В последнее время пластик стал одним из самых популярных материалов в мире. Однако пластик не разругается, а при сжигании выделяет очень ядовитые вещества. Тем самым на свалках скапливается огромное количество пластиковых отходов, угрожая стать настоящим экологическим бедствием. Единственным выходом из создавшейся ситуации является переработка. Но для того, чтобы пластик начать перерабатывать, его нужно собрать. В нашей гимназии уже установлен ящик для сбора пластика. Ребята, а куда вы выбрасываете пластик? Специальный контейнер для пластика. Молодцы! Марина Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, о контейнере с пластиком, который стоит у нас перед гимназией. Данный контейнер нам установлен в начале сентября. Наша гимназия в числе 42 школ вошла в проект по сбору пластика. Данная программа предусматривает сбор пластика учениками школ и гимназий. Это воспитывает экологическую культуру учеников, а также, чтобы не было лишнего мусора на улицах нашего города. Каждый ученик гимназии имеет такую возможность принести пластиковые стаканчики, какой-то бутылки лишние и выбросить данный контейнер. Все это вывозится в течение двух недель на переработку. И потом изготавливается из данного пластика метлы, ведра, цветочное кашпо. Понятно, спасибо. Нельзя выбрасывать пластик на улицу, ведь он будет разлагаться 500 лет, выделяя при этом очень ядовитые вещества. Мы поняли. Но все-таки этих средств недостаточно. На сегодняшний день многие ученые говорят о создании нового биоразлагаемого материала, который после окончания своего срока годности подвергается естественному разложению, не принося вред окружающей среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова